Господь сказал Моше возвести сынам Израиля. Если женщина родит и у нее будет сын, то семь дней будет она нечиста во время месячных. На восьмой день следует обрезать крайную плоть младенца. Очищение этой женщины от кровяных выделений будет длиться 33 дня. Пусть она не прикасается ни к чему священному и не приближается к святилищу, пока не закончится ее очищение. Родившая же девочку две недели будет нечиста, как во время месячных. После этого 66 дней будет длиться ее очищение от кровяных выделений. Дальше идет постановление, какие жертвы приносить. Богатые ягненка, бедные горлицы. Я читаю 13 главу. Господь сказал Моше, если у человека на коже появятся вздутия, струпья или бедные пятна, признаки проказа, этого человека нужно отвезти к священнику Аарону или к одному из его потомков. Вы знаете, какие сыновья Аарона, потомки? Куаним. Или еще бне Аарон за куаним. Пусть священник осмотрит пораженную кожу, и если волосы на этом месте побелели, то образование, углубление, это проказа. Если священник увидит такое, то должен объявить больного нечистым. А если на коже белые пятна, то углубления нет, и волосы на этом месте не побелели. Пусть священник изолирует больного на 7 дней. И на седьмой день пусть священник его осмотрит. Вы знаете, когда мы читаем эту недельную главу, когда Леон ее читаем, то чувство не очень удобное происходит. Здесь есть очень много объяснений о гигиене, в первую очередь. И действительно, это все мудрые решения. Когда ты всего этого, все, что тут написано, прочитал, ты чувствуешь, что ты находишься как будто в какой-то больнице среди прокаженных, болезней разных. Но несмотря на это, из любого места Писаний мы можем что-то выучить. И мы сегодня рассмотрим несколько уроков на тему проказы. Итак, первый пункт. Вот сыны Израилу, они вышли из Египта. И Бог дает им разные заповеди, постановления, как себя нужно вести, что делать. И все это происходит в течение считанных дней или недель. И вот в какой-то момент... Просто попробуйте представить. Вот Муше, он начинает призывать Аарона и всех его детей. Они являлись левитами, священниками. Что Аарон и его дети делали в Египте? Навряд ли они занимались там исцелениями какими-то или лечили болезни. Максимум, что они делали, они учили немного людей, израильский народ. И вот Муше их призывает. И получается, как будто он им говорит, все, теперь с этого момента вы все будете врачами. Это что-то нелогично очень. Вы понимаете, о чем здесь речь? Представьте, что вдруг ты занимался каким-то сельскохозяйством, теперь тебя призывают и говорят, а теперь с завтрашнего дня ты будешь врачом. Леколь Аба и леколь има есть кцать на Танат Руфе, а ты требует литопыль баиладим. Конечно, у каждого мамы, папы, у него есть вот этот вот дар, потому что он обязан заниматься лечением своих детей. Но когда речь идет о врачевании или о распознании разных болезней, которые связаны с кожей, это все очень слишком запутанно и трудно. А в особенности, если это связано с какими-то признаками, такие, как проказы, я думаю, у каждого из вас, может быть, вам приходилось пойти когда-то к врачу, к кожнику, который рассмотрел, он вам сказал, что у вас происходит. И вы, конечно, его за это поблагодарили. Но в этом есть ответственность. Очень высокая ответственность. Представьте, что у вас заболевание, которым можно заразиться, передать его... И вот врач просмотрел врач и говорит, «Да, ничего страшного, иди с тобой, все нормально, можешь дальше служить, работать». И вдруг ты на следующий день приходишь на работу, ты видишь, что половина твоих друзей, знакомых, или тех людей, которые с тобой работают, они уже все так же покрылись прыщами или еще чем-то. Так в чем здесь смысл? И то, что мы здесь видим, что вдруг за один раз группа людей, они в один момент становятся врачами. Как такое вообще можно? Камо шаним ломдим льет рофея? Сколько сегодня учатся на врачах? Миша, где? Семь, восемь лет. Семь, восемь лет. И потом еще разная специализация и опыт, и еще более тренинг. Но здесь говорится о чем-то совсем другом. Как они ровы? Так я вижу. То есть в тот момент, когда было вот это вот провозглашение, то вот это вот особенное знание, сверхъестественным образом, оно просто перешло на Аарона и его детей. Со временем им пришлось вот это вот знание передавать своим детям. И вот там они действительно обучали 5-10 лет. Но то, что здесь мы видим, это был просто сверхъестественный дар. И они получили это. Что-то очень подобное когда-то произошло с Соломоном. Вы все помните, что был царь Соломон. И когда-то он стал царем. И вот во сне явился к нему Бог и спросил его, что ты хочешь, Соломон? И Соломон мог просить все, что он хотел, но он сказал, Господь, дай мне мудрости, чтобы я умел управлять народом. И Бог говорит, за то, что ты не попросил у меня долгих дней жизни, не попросил богатства, не попросил себе коней, чтобы усилить свою армию, за это я дам тебе все, что ты просишь. И мудрость, и силу, и богатство. И вот вдруг в один момент Соломон получает вот эту сверхъестественную мудрость, которая приходит от Бога. И потом мы видим, что он был настолько умный, что все народы, люди, цари приходили, чтобы выслушать его мудрость. И он написал много разных притч потом, которые мы сегодня читаем. И вот он прикасался к какому-то дереву, и он мог распознать и что-то сказать. Это было все сверхъестественным образом. Это не что-то, что передавалось просто знаниями. Это был действительно да. Вдруг ты начинаешь что-то понимать. Вдруг ты становишься мудрым, мудрее любых других людей. И вот смысл того, что я пытаюсь вам рассказать. Вот эти вот священники, они получили эту сверхъестественную, совершенную мудрость. Именно по этой причине, среди израильского народа, священники, они считались очень уважаемыми людьми, к ним относились с почтением и с уважением. Но вот в послании к евреям мы читаем что-то особенное. Несмотря на все это, эти священники, они были несовершенны. И они должны были перед тем, как они заходят в святилище, принести жертвы за себя самих и за народ. Что он был намного превосходнее всех этих священников, помаженных священников. И у него не было нужды, чтобы приносить жертву за себя самому. И послание к евреям говорит. Он говорит, посмотрите, какой у нас первосвященник, кто стоит перед Богом. Я просто хочу укрепить вашу веру. У нас наш первосвященник, он настолько велик, просто невозможно описать. И мы должны это понимать, вот это вот очень важно для нас. Потому что это тот, который ходатайствует за каждого из нас. Тот, который очищает и искупляет наши грехи. Держитесь за это обетование. Потому что это что-то великое. Еще один небольшой урок. Проказа. Может быть, через несколько минут Дани тоже что-то расскажет об этом. Но та проказа, о которой здесь идет речь, это не то физическое заболевание, о котором мы говорим. Это не лапразорие. И не... Как это? Не лепра. Не лепра. Митсура, это не лепра. Это что-то еще разное. Здесь речь идет о чем-то другом. Ты говоришь о том, что это? Окей, я тебе даю возможность говорить о том, что я хочу говорить о том, что-то еще разное. Я хочу здесь поговорить о чем-то особое. Когда мы читаем вот эту недельную главу, Кроме проказа, там еще есть разное объяснение про болезни кожи. Но как справляться с другими заболеваниями кожными? Они говорили о том, что у них нет ответов на все вопросы и лечения против всех кожных заболеваний. Но в Новом Завете мы читаем, Что постоянно люди с кожными заболеваниями приходили к Иешуа. И он исцелял всех. И он говорил, не рассказывайте об этом никому. Но он им говорил, идите и покажите священнику. И пусть он посмотрит, что с вами произошло. Я чувствую, что был период времени. Множество людей с кожными заболеваниями приходили к Иешуа, исцелялись. И потом приходили к священникам, чтобы засвидетельствовать. И был такой период времени, когда священники, они сами друг с другом говорили. И говорили, вот я сегодня видел человека, который исцелился от какой-то кожной болезни. И они знали, что что-то происходит в тот момент в народе. Есть исцеление от кожных заболеваний. В Деяниях Апостолов, в 6 главе, Множество священников уверовали в Иешуа. То есть это священники, это те, которые занимали высокие позиции, они были рациональными людьми. Они не могли верить во все, что угодно, но что-то естественное. В Писании говорят нам, множество из них уверовали. Потому что они знали, что происходит здесь, что-то необычное. И что мы учим из этого? У нас есть благословение в том, за кем мы идем и в кого мы верим. Спасибо.